Помните врача Надежду Буянову? Ей грозит до 10 лет тюрьмы за то, что якобы назвала убитого российского солдата законной целью Украины. В обвинительном заключении написали, что политическая и национальная ненависть, понимаете? У меня в жизни такого не было, что я кого-то ненавидела. Про что ненавидеть? В ее деле появился новый свидетель защиты. И это пропутинский блогер Валерия Братса. Я с ней поговорила. Самая украинка, которая во время начала СВО переехала жить из Европы в Россию. Она дружила с Анастасией Акиншиной, той самой женщиной, которая пожаловалась на Буянову, отдельно там подчеркнула, что врач родом из Львова, и этим дала старт уголовному делу. Но потом они поссорились. На данный момент Акиншина занимается травлей и кривитой в отношении меня. Она дискредитирует людей по национальному признаку, так как я тоже являюсь уроженкой Украины, которая переехала жить в Россию, в принципе, как и Буянова. Теперь Братса планирует прийти в суд над Буяновой и все это рассказать. Очень это сильно подозрительно, что во время СВО, когда Путин издал указ и создал программу по возвращению стран за рубежа и по советскому пространству, возвращению на родину, есть некоторые люди, которые разжигают межнациональный конфликт, проживая с нами в одной стране. Просто напомню, что пока все это происходит, Буянова, 68-летний детский врач, прожившая и проработавшая в России последние 30 лет, сидит в СИЗО. Всем привет! Обещала вам сделать сюрприз. Вот он мой сюрприз. Иди сюда. Тра-та-та! Да, узнает! Она не будет! Все, оттушите цвет, бросайте от шлюпки. Ага, моя девочка. Так что все. Кто там из моих хохлушек? Смотри, какая у тебя красивая. Вот, смотри, какой у меня новый маникюр. Ты видишь? Ой, ебать, хохлый. Ну, хорошая, да? Японская пассатижи. Да. Так что, облизнитесь, курва. Ой, ослабкая девочка. Я на это была с тобой познакомиться. Я еще раз к тебе приеду обязательно. Пировок мне налепишь? Акшен. Моя куколка. Вот так вот, блядь, нужно дружить и общаться в ТикТоке. А не знаю, как вы, блядь. Балаболы, делбоебы. Что это творит? Это женщина. Это просто поздствует. Блядь, дай-ла кнопочку и нажмите. Я такое первый раз слышу натуральный наркотик. Да, милая моя, опиум это самый натуральный наркотик. Он производится из мака. натуральный наркотик это гашиш на плях натуральный наркотик это опиум все остальное это искусственно выведенные наркотики синтетические которые являются галлюциногенами и психотропами чтоб ты знала а опиум был еще до того как нас с тобой делали причем во всех старых странах там империях и всем на свете потому что опиум настаивали и пили его дозировано как лекарство это сильный очень обезболивающий препарат опиум приводит к остановлению нервной системы опиум приводит тому что у людей пропадают панические атаки опиум в малых количествах и в определенных дозах очень полезен для организма вот так вот кстати внимание внимание значит представьте себе что рассказал не светлана ей написали люди не известные и люди из 70 якобы полка о том что я в прямом эфире указала гео данные кирилла их разъебашили и он мертв я указала как вам пять пять дорог пять это первое это официальные проложенные дороги гугл картой а теперь у меня вопрос блять а к берлоге никто доебаться не хочет ты видел его в видео он вообще снимает полостью на худе не находятся еще и камерой выручить это что за хуйня ну у у Продолжение следует...